С начала 2016 года в Заболярье произошло 17 несчастных случаев на производстве, 13 из них с тяжелым исходом, 3 с летальным. Неутешительная статистика, но по сравнению с предыдущими годами значительно лучше. Безопасность производственной деятельности, выставка средств защиты, итоги конкурса детского рисунка и не только. На профильной конференции обсуждали. Эти незамысловатые вещи не только удобны, но и защищают тех, кто обеспечивает нашу безопасность, а также трудится на опасность для жизни производства. И все они изготавливаются прямо в Мурманске. Робы, спецовки, каски, противогазы, нормативная литература по охране труда и даже мази. Все, что способно защитить от травм на производстве, сегодня экспонаты выставки, посвященной Всемирному дню охраны труда. Работы очень тяжелые, в условиях нашего севера тоже достаточно нелегкие, поэтому мы стараемся, чтобы в одежде было комфортно, удобно, чтобы производительность труда повышалась. Данил Кропачев 6 лет как пожарный. На его счету несколько десятков спасенных жизней. Уж он, как никто, знает, что такое безопасность. Если мы не будем соблюдать правила охраны труда, то, в принципе, можем нанести себе травмы, нанести травмы пострадавшим. А если мы сами выбыли из строя по причине того, что не соблюдали правила охраны труда, то не сможем оказать помощь пострадавшим. У маленьких северян свои представления об охране труда. Их они выразили в рисунках. Два вида ситуации. На первой ситуации человек не соблюдал правила безопасности, поэтому он получил всякие травмы. На втором человек соблюдал все, он соблюдал правила, и поэтому у него намного лучше все получилось, и у него нет травм. Я изобразила, что нужно быть осторожным с металлическими крутящими штуками, которые вертятся, потому что они могут зацепить что угодно, и нужно быть аккуратным. Наличие спецодежды и средств защиты еще не гарантия от несчастных случаев. Соблюдение элементарных правил безопасности должно быть в сознании людей.